Говорит шейх Ибн-Убаз, комментирует эти хадисы 3, говорит, То есть эти 3 хадисы также указывают на величие покаяния. И то, что Всевышний Аллах С.С. стирает все грехи под средством покаяния, не важно большой грех, малый грех, даже ширк, который является самым великим из всех грехов. Тот, кто покается от ширка, от предавания Аллах С.С. кого-либо со товарищей, Аллах С.С. примет его покаяние. Как Всевышний Аллах С.С. сказал Те, которые не взывают кому-то, кроме Всевышнего Аллаха С.С., не убивают души, которые запретил им Всевышний Аллах С.С., кроме как по праву не совершают зина. Тот же, кто это сделает, увидит, то есть ему очень страшное и скверное положение будет. Такому человеку будет умножено его наказание в судный день, и он навечно пребудет в огне. Ужасные грехи. Что говорит после этого Всевышний Аллах С.С.? После этих сквернейших грехов, что говорит Всевышний Аллах С.С., кроме тех, которые покаялись и совершали благие деяния, таким, что сделает Всевышний Аллах С.С.?? простит им. Говорит, таким Всевышний Аллах С.С. все их грехи заменит благими делами. Грешил тысячу грехов. Покаялся тысячу награды ему. Субханна, грех, который он совершал, Аллах С.С. простил ему и заменил его чем? Благим делом. Где, братья, такой, как Всевышний Аллах С.С??? И Всевышний Аллах С.С. поэтому говорит, и Аллах С.С. прощающий, милующий. Хадда фадлюху жалява аля анна мантаба садикан таба Аллаху али. И это, братья, его милость. То, что тот, кто покается, будучи правдивым, хорошо, искренне покается, то Аллах С.С. примет его покаяние. А если он не просто покается, а еще и после этого благие дела будет совершать, то Всевышний Аллах С.С. все его грехи заменит на что? На благие дела. Как Амр Ибн Ас говорил, о, если бы я совершал еще больше грехов. А что у меня было? Еще больше наград. То есть, говорит, здесь хадис Амрана Ибн Хусейна, что женщина пришла, которая совершила прелюбодеяние, и рассказала об этом пророку, алейх салату ассалам. Хорошо, что она совершила прелюбодеяние, то, что она беременна и так далее. И говорит, когда она родила, пришла к пророку, алейх салату ассалам, повелел крепко завязать на ней одежду. Для чего? Для того, чтобы, когда ее камнями и так далее будут закидывать, чтобы что-то из ее аурата не увидели люди. Потому что у нее также сохраняются, неважно, что она прелюбодеяние совершила, ее права сохраняются. То есть, это ее право, чтобы люди не видели ее голое тело. Это право, хорошо, то есть, ее мужа бывшего, неважно, или же нынешнего, или же ее также родителей. Это их право, право ее детей, чтобы люди просто так, каждый не видел, что хочет от ее матери. Хорошо, то есть, поэтому скрывается до последнего. То есть, у нас нет причины, то есть, нет цели наказать, издеваться над человеком. У нас что? Очистить этого человека. Поэтому все те права, которые остаются у него, сохраняются для него, субханалу. И поэтому вы, братья, никогда не найдете такую же религию, как Ислам, субханалу. Самое, братья, со всех сторон все предусмотрено, субханалу. Сумма турджаму, сумма турджам, фирриватил ухра аннаху калаля лага арда'ихи фалямма арда'ату во фатамату амара бираджмиха во фараджамаха. То есть говорит, что затем ее закидали камнями. В другой версии, как я вам говорил, было сказано и так же, что она его покормила до тех пор, пока он не оставит грудь хорошо. И после этого только он ее закидал камнями. То есть некоторые люди спрашивают, что, а почему здесь в этом хадисе не приходит про того парня, который совершил с ней это и так далее и тому подобное. Аллаху алим, потому что нет в этом нужды. Значит она пришла, призналась, а он не признался, например. Он побоялся, может быть, он еще что-то и так далее. Это разные причины. Поэтому так же, как пришло, то есть про человека, который что, пришел к пророку алей-сарату ассалам и сказал так же, то есть мужчина, сказал, что я совершил зина при любодеянии. То есть аким алей-эль-хад. И пророк алей-сарату сказал хорошо. И одному из подвижников сказал, иди отправляйся к той, о которой он говорит. Если она признается тоже, тогда ее закидаем. Если же нет, то оставь ее. Потому что у нас, братья, то есть у нас можно каким образом доказать, два у нас пути только, доказать зина. Да, это когда четверо человек, чья шагада, во-первых, чье свидетельство принимается. Эти люди что? Разумные, взрослые, то есть имеются вовсовершеннолетние. И они видели, как хорошо, то есть головка полового органа мужчины скрылась в половом органе женщины. Должны именно видеть глазами это. Видео не подходит, братья. Что-то просто там под каким-то одеялом ахи-охи, или же видел, как они уходили туда, а потом счастливые вышли оттуда и так далее. Это, братья, все не является свидетельством. Именно вот это должно быть. Пришло четкое описание этого. Поэтому тот человек, который говорит, вот, в Саудии нет шариата, где вы видели последний раз камнями, что, во-первых, это есть. Это ложь, что здесь нет. Камнями закидывают, то есть может быть, в Аллах Алим чуть ли не часто бывает, люди приходят, но признаются. Где ты, Субханна, увидишь такое, то есть смотрите, насколько Всевышний Аллах Субханна 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 С Или человек должен признаться, что он пришел, и чаще всего говорят со временом Бакра, если не большая часть, хорошо то, что именно «я тирав», что все признаются просто. Практически невозможно вчетвером идти, увидеть такие вещи и так далее, это не так часто случается. Поэтому, если женщина приходит и говорит, что «я совершила прелюбодеяние», говорит сама за себя, за свидетельство, шариатский судья что должен говорить, а с кем? А ну-ка скажи мне, кто? Нет, это не твое дело. Захочет, тот придет сам, хорошо, то есть это не твое дело. Если он придет, ты не выискивай. Она пришла, сказала, все, это не твое дело, с кем, хорошо? То есть она сказала, доказано, что действительно совершила все. Ты занимаешься тем, кто перед тобой. Зачем тебе искать сейчас каждого? Шерлок Омф, что ли, субхану? Аллаху мистану. Умар сказал, когда увидел пророка, который молился за нее. Хорошо, то есть неужели ты молишься за нее, посланник Аллаху, в то время, как она совершила прелюбодеяние? Факалян-набию, саллаллаху, алейху саллаллаху, и пророк, алейху саллаллаху, сказал, «Ва галь ваджетта тавбатан афдаламин анджадат бинавсиха лиллэхи таалла». Говорит, то есть неужели есть покаяние, хорошо, то есть лучше, чем то, что она отдала саму себя, то есть свою жизнь отдала Всевышнему Аллаху, субхану, дарья, чтобы было принято ее покаяние. То есть говорит, если бы она покаялась таким покаянием, которое, если разделить на 70 человек из мединцев, оно покроет их, субхану, настолько великое покаяние. Они тавбатан азима, говорит шейху ибн Бааз. Хорошо, то есть она, хорошо, то есть сама себя отдала на эту погибель, чтобы ее убили. То есть как эта история, то есть у Маиза, хорошо, радия Аллаху анху, «Ламма таба джаа муатарифан, нади ман хатта аумирабираджмихи, ау хатта а намамарабираджмихи, тума салли али. Также Маиз, Аль-Гамиди, а точнее Аль-Гамиди я была, то есть Маиз в любом случае, то есть пришел, то есть его так звали, сподвижник пророка, алей салату салам, также признался в этом грехе, хорошо, то есть пришел, признался и сожалел о том, что он совершал, и также посланник, алей салату салам, забросал его ко мне. Один раз, братья, такое было, что, по-моему, я в одном из городов России в любом случае был, когда уроки давал, и сказал такую фразу, говоря про хавариджи, если я не ошибаюсь, про хавариджи, по-моему, говорили, или же про какой-то пример, в любом случае я сказал про них, приводя пример просто, то есть просто аллегория была, метафора, как хотите, гипербола, чем хотите, называйте этим, сказал, начали за здравие, закончили за упокой. И некоторые братья на полном серьезе, то есть серьезно подошли ко мне и сказали, вот ты такую фразу сказал, чуть ли не из религии меня вывели, то есть это же фраза, там, которую говорят христиане туда-сюда и так далее. Субхана, когда ты слушаешь ученых, они, брат, приводят слова, то есть во времена джагилии, которые говорили, то есть поэзию, джагилии. И мы часто приводим, там, какие-то стихи, например, каждый заявляет о своей связи с лейлей, но лейля не признает это. Лейля это было еще во времена джагилии, эта история, Субхана, была. Лейля, которая была красоткой, там, и так далее. В исламе нету такого, что каждый заявляет, что я, там, с лейлей это делал, то делал, и так далее, хорошо и хвастается, нет такого в исламе. И то же самое примеры, там, каких-то неверующих, в данном случае, я почему говорю, что Эрлак Холм сказал, чтобы потом мне никто не говорил, Аллах и так далее. То есть это фольклор, хорошо, то есть знаем, то есть с детства знаешь, то есть были такие книги, там, Баски рвили, собака и так далее, и тому подобное. Это вещи, которые были, это не значит, что мы сейчас подвигаем людей, говорим, читайте об этом и так далее. Подобно тому, как ученые говорят, что ты в щедрости, как Хатим Ат-Таи. Хатим Ат-Таи мушрик кафир умер. Даже в хадисе пророка, алей-салям, сказал, что Хатим умер мушриком, потому что он, то есть Хатим, это кто такой? Это человек, о котором, то есть это араб, наищедрейший араб, хорошо, то есть который был до пророка, алей-салям, и что? Он известен тем, что он никогда сам не ел. То есть он обязательно кого-то звал и так далее, то есть ну, ущедрейший человек, поэтому говорят, то есть фельклор, мико-хатим, говорят арабы, то есть он в щедрости, как Хатим Ат-Таи. Ау-зу билля меня с кафиром сравнишься, я Хисупам, причем тут? Я говорю про определенное, хорошо, то есть определенное качество, которое присутствует в этом человеке, оно присутствует тебе, и он известен был этим, хорошо, как если ты, например, скажешь, например, какой-нибудь русский принял ислам, хорошо, и своему сыну говорит, ты храбрый, как Илья Муромец, например, или еще что-нибудь, хорошо, и так далее, пример, то есть хорошо, и так далее. То есть поэтому в этих таких подобных моментах нет проблем, хорошо? Аллаху в Стану. Томан. Ну, конечно, если человек будет избавляться от этого и так далее, то это намного лучше, понятно, то есть у нас вопрос здесь не лучше-хуже, у нас здесь вопрос, то есть есть ли подобные проблемы и так далее. То есть это почему делается чаще всего? Потому что люди знают, понимают, то есть насущный пример, насущный пример, то есть если бы мы этого все не знали, аль-хамбулля, было бы прекрасно, но мы знаем, что поделаешь и поэтому ты пример приводишь, то есть я могу сейчас какого-нибудь там сподвижника привести может мы не знаем его, может еще кто-то, или Табиаина какого-нибудь, не знаю, большая часть мусульман не будет знать ты привел пример, как будто бы ты хорошо, то есть просто воззыв сотрясся и все, и ничего не случилось, так или не так? то есть эти хадисы и подобные этим хадисам, хорошо, то есть все они указывают на то, что покаяние Всевышний Аллах, то есть стирает им грехи, то есть даже если это великие грехи, как то есть ширк, например, для того, кто, то есть правдивый в своем покаянии, поэтому, то есть является обязательным каяться во всех этих вещах и из этого слова посланника, алей-саляту ассалям, то есть если бы у человека была бы долина золота, то он бы непременно пожелал бы две таких, хорошо, то есть он ничем, то есть не насытится, кроме как землей, то есть хорошо, когда он умрет, насытится он только землей, то есть когда уже умрет, вот тогда успокоится, и Всевышний Аллах принимает покаяние того, кто кается, и смотрите, как прекрасно послание к алей-саляту ассам, ему были даны, то есть объемлющие слова, то есть он, братья, лаконичным был, пророк алей-саляту ассам, и много значений было, то есть говорит о том, чем описан каждый из нас, жадность, что если было бы так, то было бы так, и то есть ты будешь таким, говорит пророк алей-саляту ассам, до самой смерти, и все, и оставил тебя, нет, но говорит, если покаешься, Аллах примет твой покаяние, то есть имеется в том, что работай над собой, то есть прекраснейшим образом сказал посланник алей-саляту ассаляту ассам. И вы, то есть огромнейшей любовью любите, что? Любите имущество. Но тот, кто покается, Аллах примет его покаяние. Тот, кто оставит вот это стремление, желание всего мирского и так далее, все заработать, последнюю копейку и так далее, и тому подобное, Всевышний Аллах примет его покаяние. То есть подобно тому, как человек, который покаялся от всех грехов, даже ширки и так далее, Аллах примет его покаяние. Поэтому некоторые люди, братья, как белка в колесе, только идет, работает, 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 на трех работах работает, лишь бы это, лишь бы то, лишь бы сё, и брат, он мог бы поменьше работать. Хорошо, то есть мы ему не говорим, всё, оставь и уезжай там где-нибудь, там, я не знаю, в Египет и ищи знания. Их и не всех, Аллах создал, ищущими знания. У нас должны быть врачи, у нас должны быть строители, у нас должны быть те-то, 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 каждый, торговцы должны быть. Если этого не будет, если все будем знания искать, кто готовит нам еду будет, кто будет эту еду нам собирать, это никто, так или не так. Поэтому это нормально, человек не должен корить себя, вот он, например, там, выдающийся врач, он там, выдающийся строитель и так далее, помогает. Если ты выполняешь то, что повелел тебе Всевышний Аллах, изучаешь то, что является обязательным для тебя знать, то есть какие-то вещи ты обязан знать. Как Едина Божия там и так далее, эти вещи ты обязан знать, у тебя нет хорошего спасения от этого. То есть это не так трудно узнать, то есть ты можешь выделить себе время. Это вот то, чем ты обязан. Да, обязан быть обязательно, должно быть в каждой общине быть тот, кто будет знать другие ахкамы, если тебе нужно будет узнать, чтобы ты возвращался к нему и спросил у него. Это да, то есть это у нас есть такое, но не каждые братья, далеко не каждый. Некоторые братья переезжают, например, в Египет жить и жалуются, говорят, что братья меня не оставляют, говорят, я приехал сюда жить, работать, свою семью, спасти, говорят, там, от такого-то, например, ну, не важно, Египет любая другая, мусульманская страна. И говорят, братья говорят, вот ты, аузу билля, там, туда не ходишь, сюда. Яхи, субханаллах, что это значит? Он говорит, аль-хамдуля, пусть он здесь работает, чем он там работает. Все у него отлично, он живет здесь со своей семьей, все. Посланник, алей-сарату, когда увидел человека, который стремился, старался, старался, трудился, пыхтел, работал, зарабатывал деньги. И один из подвижников сказал, ой, если бы это усердство было бы в чем-то другом. И пророк, алей-сарату, говорит, если он вышел, чтобы прокормить свою семью, этот муджахид на пути Всевышнего Аллаха. Муджахид сказал, что такой человек, муджахид на пути Всевышнего Аллаха, субханаллах. И поэтому одно, братья, не мешает другому. То есть у тебя же в любом случае есть свободное время. У каждого из нас, братья, 15-20 минут в день есть или нет? Хорошо, в день трудно, в 3 дня, в неделю, может все. 15-20 минут, возьми и выдели, то есть ты занимайся своим мирским, никто тебя не запрещает. Но возьми 20-15 минут ради Всевышнего Аллаха, субханаллах, вот закройся. Закройся ото всех, 20 минут это время хорошо, которое я посвящаю только Всевышнему Аллаху. И начни какие-нибудь уроки, какой-нибудь цикл уроков по хадисам, по единобожию и так далее. Брат, ты увидишь, что ты за год, субханаллах, ученым станешь. Ты удивишься просто, оказывается все так просто. Просто шайтан говорит тебе, ну 15-20 минут, это что, нет, надо полностью. Ах и нет. Нет такого у нас, братья, в исламе, если воровать, так миллион, субханаллах. Воровать в принципе нельзя в исламе. Надо что, то есть надо потихоньку, потихоньку. Вот я вам советую, братья, вот каждый из себя пусть попробует. Начни с малого, 10-15 минут. 10-15 минут согласны, что это не трудно. Возьми 3 дня, 2 дня в неделю, начни с 2 дней в неделю. 2 дня в неделю, в которые проще всего тебе это будет. И скажи, вот 10-15 минут, я таймер ставить буду, как только 15 минут, все, больше я ничего не слушаю. Сразу выключаю. Во-первых, ты увидишь, что пройдет месяц-два, ты скажешь, мало, я могу еще. Добавишь, 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 добавишь. И примерно, когда ты будешь 3-4 дня в неделю, хорошо, по минут 30-40 слушать урок за урок. Например, урок в день, хорошо. То есть потом, не надо с этого начинать, потому что вы не выдержите это. Надо потихоньку к этому прийти. Это подобно тому, как человек, который услышал какое-то увещевание от брата, и все завтра выставил всю ночь, и послезавтра через день почусь. Ты не поститься, не молиться не будешь. Возьми с малого. Начни с вами, просыпайся на витер. Просыпайся, то есть, например, 3 дня. И это, братья, не мой совет. Это совет посланника Алиса. Он сказал, постись 3 дня в месяц. Это подобно вечному посту. Он сказал, я говорю, могу больше. Говорит, тогда это. Тогда я говорю, могу больше. Говорит, тогда давай так. Я могу еще больше, и так далее, и так далее. Пока не дошел до поста Дауда и сказал, больше этого нет. А тот, кто постится каждый день, тот не постится в принципе. Такого человека пост не будет принят. Тот, кто ежедневно постится. И то же самое здесь. Не нужно, то есть, оптом сразу пытаться. Возьми с малого. Это не трудно в онлайн. Какую-нибудь книгу, которая тебе интересна. Ты хочешь ее пройти. То есть, опять же, надо уровень тоже свой примерно знать. Какое, то есть, тебе подходит. Если хотите, посоветуйте с кем-нибудь из знающих. Как кто-то посоветует там начать с этого и так далее. Тот, кто знающий, тоже не должен сразу цикл лекций. 600 этих книг ему, чтобы человек думал, а я за эту жизнь не закончу. Нет, скинь одну книгу. Если он тебе скажет, а после, скажи ему, когда после придет время, тогда приходи, я тебе скажу, что после. Не нужно сразу несколько книг. Сначала вот это, потом после этого это. Нет. Ты дай человеку, как будто бы, чтобы у него психо-психологически он думал, что эту книгу закончил, я шейху листам. Все, халас. Потом, когда он ее закончится, он к тебе придет, скажет, что дальше? Дальше это, дальше это. И, брат, вот тогда ты поймешь. Валлахи, братья. Сегодня просто многие братья, которые себя с саляфитами или с какими-то студентами, что не дозволяют студенты, связывают, говорят там, я такой-то или этот такой-то, этот вот из этих там и так далее. Нет такого из этих. Но все, алхамдуля мусульмане и саляфиты, если ты придерживаешься истинного пути, нет такого или такого или сякого и так далее. Даже если у них между собой разногласия, до тех пор, пока эти все братья на прямом пути, все они призывают ко Всевышнему Аллаху, к судне посланника, алейхи саляфиту, неважно. Неважно, как говорится, в каком ты корабле, все вы плывете в одну сторону, иншалла. Может быть, есть какие-то ошибки, не должно быть фанатизма к этому, к тому и так далее. Должен быть фанатизм к чему? К истине, которая пришла до нас от Всевышнего Аллаха через посланника, алейхи саляфиту, ассалям. И поэтому человек пусть займется таким образом. И ты поймешь, брат, валлахи, пройдет годик, два, три, ты удивишься, с того, сколько ты знаешь. Ты удивишься, с того, сколько глупейших вопросов ты задавал, хотя такой легкий ответ. И ты поймешь, почему тебя ругали, когда ты задаешь этот вопрос, а потом ты вроде другой вопрос, а потом ты третий задаешь, и человек говорит, я тебе уже дважды на этот вопрос отвечал. Ты говоришь, как? Я же вообще другое спрашивал. А как только ты изучил основу этих вопросов, ты поймешь, на самом деле один и тот же вопрос был. То есть, если бы я должным образом понял бы ответ на этот вопрос, я бы знал и на другие вопросы. А ты просто мне что? Я услышал, да, нет, все нормально, салам алейкум, и ушел. Потом пришел и трачу время человека на один и тот же вопрос по нескольку, по нескольку и так далее. Раз. Поэтому посланник Алей Саратов сказал, когда у него спросили про люката. Что такое люката? Люката – это то, что ты на улице можешь найти. Кто-то обронил и так далее. То есть, деньги, например, нашел человек. Какой у него хукам и так далее. Рассказывал об этом. Один из подвижников сказал, говорит, а если я барашку где-нибудь в пустыне увижу одну? Прок Алей Саратов сказал, поистине, либо ты ее заберешь, либо кто-то другой заберешь, либо ее волк съест. Что ты будешь делать? Оставишь ее? То есть, кому ты ее оставишь? Либо кто-то ее себе заберет, по тому, как ты ее себе заберешь. Либо же ее волк съест. Забирай ее, нет в этом проблем. И пришел, и он сказал, а верблюд? А если я верблюда так найду? И Прок Алей Саратов разгневался, что аж покраснел от гнева. И говорит, тебе какое дело до верблюда? Он говорит, у него Господь, который его ведет, иди отсюда. Тебе, говорит, за какое дело до него? Почему разгневался так сильно? Хафид Ибн Хаджар, объясняя это, сказал, что гнев пророка Алей Саратов был призван тем, что он ответил на вопрос. И если бы ты понял должным образом первый ответ, то тогда бы ты не нуждался во втором вопросе. Почему баран? Баран может себя спасти от волка или нет? Может. Точнее не может, так или не так. Поэтому забери его. Либо его волк съест, либо ты его съешь. Какая разница? Хорошо. Лучше ты его съешь. А верблюд? Волк вообще на верблюда полезется? Не полезет. Он в разок его как даст, и все. Верблюдо видел, знает. Человек на него так легко не залезет. Зачем ты спрашиваешь этот вопрос? Ты должен был понять ответ на этот вопрос. Вопрос не такой трудный. Поэтому человеку советую, братья, вонлайн. Я знаю тех людей, которые уже последовали этому совету. И у них, аль-хамду-ля, ма-шалла, все хорошо. А мы постоянно говорим, это у вас подвижник. Это я не могу заучить. Потому что ты ничего не делаешь. Ты не слушаешь уроки в принципе. Твои уроки связаны с чем? 2-3 минуты раз, 2-3 в неделю, когда тебе заняться нечем. В интернете копаешься. Ты послушал кого-то и, ма-шалла, брат, я знаю лекцию. Какую лекцию? Ты слушал одну сотую этой лекции. 2-3 минуты. Потом еще кто-то такой же, который полудурок. Хорошо, который не слушает ничего, кроме этих роликов. Оттуда вырежет и опровержение на такого. Смотрите, что он сказал. Подожди, где он, как сказал, о чем он говорил. Ты даже не знаешь это. И другой смотрит и не знает ни этого призывающего. Ни что он говорит, ни к чему он призывает. Увидел это опровержение и говорит, Аллах, ты знаешь, что он говорит? И потом находится из саляфитов тот, который это слышит и начинает сомневаться в своем брате. Ах, и побойся Всевышнего. Аллах, субханаху. Вот так. Томам. Говорит То есть, человек верующий является обязательным для него, если он намеревается покаяться, в первую очередь остерегаться этого греха, который он совершил. Чтобы отдалялся от всех этих грехов и от всех тех причин, которые облегчат ему совершать этот грех. А если же он все-таки их совершит, должен спешить, каяться и, то есть, сожалеть о том, что он совершил. То есть, отдаляться от этих грехов и совершать благие деяния. И Всевышний, Аллах, субханаху, примет покаяние покаявшихся. И последний хадис, это хадис тех двух людей, говорит пророк, али-и-салату сам, ядхаку Аллаху, субханаху а-та'ля, и ла-ржулейни, ягтолю ахадуума аля ахара, ядхулян и лжанна, ягтолю ахадуума аля ахара, ягтолю аль-жанна, ягтолю ахадуума аля фи-сабилиллахи, фаюктолюума ягтубу Аллаху аля л-катли, фаюслиму, фаюсташхад. То, что говорит Всевышний Аллах, субханаху а-та'ля, смеется с двух людей. Один убивает второго, и оба встречаются в раю. То есть, этот убил этого, когда он был на пути Всевышнего Аллаха, субханаху а-та'ля, затем покаял, запринял ислам, и умер также на пути Всевышнего Аллаха, субханаху а-та'ля. Этот хадис также указывает на широту, то есть, милости и щедрости Всевышнего Аллаха, субханаху а-та'ля. То есть, этот сражается на пути Всевышнего Аллаха, субханаху а-та'ля. Его убивают шахидом, и заходит он в рай. Затем принимает убийца ислам, и умирает на исламе. То есть, умирает также на пути Всевышнего Аллаха, субханаху а-та'ля, и заходит в рай. То есть, один убил другого, и оба зашли в рай. То же самое, что мы сказали. То есть, этот убил этого, тот зашел в рай, почему? Потому что он сражался на пути Аллаха, субханаху а-та'ля. Затем убийца принял ислам, или же умер мусульманом, или же умер также на пути Всевышнего Аллаха, субханаху а-та'ля, и оба заходят в рай. То есть, есть указание на то, что Всевышний Аллах, субханаху а-та'ля, прощает абсолютно все грехи, если человек покается, то есть, опять же, если он покается, даже если это был ширк или же что-то другое. Поэтому является для каждого верующего, для каждого мусульман обязанностью, то есть, для каждого совершеннолетнего, чтобы он спешил с покаянием. Если он неверующий, пусть примет ислам, и пусть покается от своего куфра. Если же он грешник, то пусть скорее спешит покаяться от своих грехов до того, как придет его срок. Насалу Аллаха, а не вафиqа аль-джами'а, али ма юрдыхи, Насалу Аллаха, а тавфиqа аль-гидая, говорит шейх Ибн-Убаз, просим Всевышнего Аллаха, субханаху а-та'ля, облегчить нам все то, чем он доволен, и просим Всевышнего Аллаха, субханаху а-та'ля, успеха и прямого пути во всем. Некоторые ученые сказали, что по какой причине шейх, то есть, или же Хафидан Наувы, закончил эту главу, что у нас за глава была? Покаяние. Почему закончил именно этим хадисом? Что один убивает другого, и оба заходят в рай. Говорит то, что причина, чтобы указать на то, что человек не должен бояться, каяться. Что даже если он совершает ужаснейший грех, что Аллах, субханаху а-та'ля, один убил другого, и оба заходят в рай. Удивительно, так же в покаянии это. Поэтому Аллаху а-та'ля а-лям, то есть причина того, почему Наувы сделал этот хадис самым последним, чтобы указать на то, что Всевышний Аллах, субханаху а-та'ля, прощает абсолютно любой грех, и чтобы человек не отчаивался в покаянии перед Всевышним Аллахом, субханаху а-та'ля, и чтобы Всевышний Аллах, субханаху а-та'ля, принимающий покаяние и милующий. Адзава салла Аллаху а-ля Набина Мухаммаду, а-ля Алихи, а-схаби Аджмаин. Ужизакум Аллах хайра.